Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Гомеле для вечного огня на площади працы собрались керавництва в области города, ветераны, представники працовных коллективов, громадских организаций «Молодь». Удельники митингу склали кветки и вянки до братской могилы героев, які загинули в боях Великой Айчинной войны. Ушановали память загинувших хвилиной мовчання. Протягнулися мероприемствы урочистым сходом и концертом. Марина Джалая с подробностями. В Гомеле мятелится и моцный ветер, а на площадь працы собираются сотни людей. КПД Денину поваги тем, кто оборонял нашу свободу в годы Великой Айчинной войны. И тем, кто робит это зараз. Саправды, ни Заверуха, ни Палютовску суровая надворья не перешкода для святкования таких дат. На площадь працы левечного огню люди, які дорогой цяной и долгим и тяжким житевым шляхом, ишли для нас до великой перемоги. Наши ветераны, які, они, глядячи на вельми поважанных взрост, приходят сюды с червоными гвоздиками и ширыми сердцами. Узгадать тих, кого больше нема на гэтым свете, и повиншовать тих, на кем зараз трымается безопасность нашей державы. Я поздравляю всех военнослужащих, тех, кто отслужил, и тот, кто еще пойдет в армию с большим праздником, праздником защитников Отечества нашей страны. Я думаю, что молодое поколение, сменившее нас, ветеранов войны, будет твердо стоять на своих границах, защищая свою родину, защищая жизнь своих близких. Пусть всегда будет над нами мирное небо такое, как сейчас. Пусть всегда наши дети будут спокойно ходить в школу, учиться, получать образование. И поэтому всего самого наилучшего. Яны не сумують генераться мирным житем в пригожем сучасном городе, махчимостью сустракаться, обмениваться новинами и марить об такой же спокойной будущине для себе и для своих нашатков. Гордимся, что город хороший, живем в таком городе приятном. И вот погода, видите, какая прогода. Я в войну так воевал, еще хуже погода была. Держались. А сейчас тем более должны держаться. В такую погоду показать, что мы замечательные люди, боевые, слаженные за нашу прекрасную Беларусь. За все хорошее, чтобы был мир на земле. Будет мир на земле, будет все хорошо. День оборонца у Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь свято кожного же хора Беларуси. Кожного, кто ведает цену мирного життя. Кожного, кто поважает протков и жадает бачить свою краину счастливой, мирной, незалежной. Каждый наш гражданин является защитником своей Родины. В мирное время кует победу, в военное время побеждает. Поэтому всех хочу пожелать поздравить с праздником, пожелать светлого неба, доброго здоровья, тепла, уюта в домах, любви и счастья в семьях. Свято протягнулося в Гомельском областном драматичном театре. После урочистой частки начался концерт. Но Мария Коха один за одним нагадывали об мощных подвигах наших праздников, о переможном шляху нашей краины и об том, что самый счастливый день сегодняшний. Потому что именно сегодня каждый человек может сделать нечто доброе, как завтрашний день стал еще лучше. Непарывная совесть минулого и сучасного – это путеводная нить нашего життя. Життя с удовольствием и желанием, чтобы наших нащадков было доброе и мирное будущее. Марина Джала, Игорь Маришченко, телеродокомпания «Гомель». В Рогачеве начались мероприемства, примиркованные до 75-ти годов вызволения города от нацистских захопников. И они будут проходить на протягу трех дней, и завершатся историчной реконструкцией Рогачевско-Жлобинской наступальной операции. Город на Днепром наведал наш корреспондент Олег Синцеров. В Угуле Рогачев подчас великой очины вызволяли двойцы. Первый раз в 13 липня 1941 года, когда 63-й страховый корпус Леонида Петровска форсировал Днепр и вошел в город. На один месяц, один день у Рогачеви снова была обновлена советская улада. Это была первая значная перемога подчас войны. В другой раз Червоная армия вызволила город в ночь на 24 лютого 1944 года. До боев на этом направлении оккупанты рихтовались. Их передний край был на высоком, до 15 метров берези Раки, где узвелищие и неколькие линии траншеи с мостными огневыми кропками. И до того тонкий лют гитлеровцы постоянно бомбили, что повинно было замородить наступление Червоной армейцев. Правда, наступать на этом направлении советские войски не стали, а обошли ворога с флангов, что дозволило заховать тысячи солдатских жителей. Если бы идти в лоб, то вот брать Рогачева, это самое, кажется, страшное дело. Это надо было на обриву, на это обледеневший, как это было в этом самом Азеранах. А там это самое, здесь были, можно, обходным манером. Практически, когда наши вошли в Рогачево, уже немцы уже практически его отставили. Они ушли за дручь. После вызволения Павдневой и центральной частки города фронт на неколькие месяцы устабилизовался. Остатняя территория Рогачева стала советской. Только у Червени 44-го, в ходе проведения Бобруйской операции, за проявленную мужность и героизм при вызволении Рогачева, 55 солдат и офицеров Червоной армии отримали звание Героя Советского Союза. Сегодня о падениях Великой Ачины нагадывают не только помники. Будинок сучасной другой середины школы был подавлен в 1906 году. В 1943 он отрапил под мостный обстрел. Следы от куль и снарадов на гостинах можно увидеть еще и в наши дни. Об этом живом помнику в Рогачеве ведает, напевно, каждое место в Ижихар. Правда, экскурсивные маршруты по местам боевой славы другая середина школы не включена. Непосредные для навученцов установы гэтая святки паде Великой Ачины, элемент выхования, калей об истории города можно мерковать не только по фотосдымках. Максима, по этой причине школу у Рогачеве называют узорную в плане патриотичных выхования. У рамках святкования 75-й годовины вызволения города больше 200 навученцев стали членами пионерской организации и БРСМ. Непосредные официальные мероприемцы начались с урочистых ашестья и митингу на городском мемориале военной славы. Терут у деньку мероприемцу просунки российской Тулы в рамках военно-исторической экспедиции они проходят шляхами войсковых частей, которые сначала обороняли этот город, а потом вызволяли Рогачеву. Третья армия, 50-я армия, которые от Тульской области последнего рубежа обороны дошли в феврале 44-го и освободили город Рогачев, захватив стратегический плацдар на берегу Днепра. И также мы занимаемся поисковой работой. Это документы на героя Советского Союза, сержант Алексеева, он на реке Проня получил вторую медаль за отвагу. А в боях за город Довск и выход на берег Днепра получил третью медаль за отвагу. Командир полка, полковник Кругляков, видимо, после третьей медали за отвагу, взял и написал после освобождения Рогачева присвоить звание героя, прошу. И это было сделано. Мероприемство на годы 75-й годовины вызволения у Рогачеве завершится у неделю военно-историчной реконструкции Рогачевско-Жлобинской наступальной операции по идее, что отбывались на этой территории белорусской земли в 44-м годе и сегодня представляют интерес для всех прихильников истории Великой Отчинной. Олег Сентюров, Вадир Игорь Банько, телерадио «Компания Гомель» Зарагачева. У Гомельской области протягивается акция «Один и день безпеки». Навучание правильным деянием при пожарах и авариях, а так само оказанию первой медицинской допомоги проходят школьники, студенты, супрацовники буйных предприемствов и наведовольники гандлевых центров. В учене по реагованию на надзвычайные ситуации провели на Добрушским фарфоровом заводе с подробностями Ганна Корольчук. Згодно с легендой, в вынику короткого замыкания на участку повытворчасти гафратары загорился картон. Огонь распавсюдился по хороших материалах и дым заполнил помешкание. 43 супрацовников цеха двое потерпели. Сиренами и включенными проблесковыми маячками на территорию предприемства заезжают машины выротовальников, худкая меддопомога, милиция и аварийная газовая служба. Усе працуют худко и зладжено. Бунь отбаянность на тренировцы может привести до трагедии подчас соправдной надзвычайной ситуации. В вынику пожар локализованы, а потерпелам оказана допомога. Мы отработали данное учение со всеми службами экстренного реагирования. В общем-то, все прибыли, все сработали, четко, слажено, на объекте работники тоже, в общем-то, все свои действия правильно отработали. Все уложились в нормативные сроки. Мы будем данную работу продолжать, чтобы оттачивать свое мастерство, навыки наших работников. Другой из моделеванной надзвычайной ситуации стала махчимая погроза террористичного обстрелу. Подчас отпрацовки специальное звяно по сигналі провело уготовность сховища для супрацовников завода. Их, до речи, 1100 человек. Из-за беспеки такого великого коллективу отказывают не только экстренные службы, але и непосредно керавництва предприемства. На предприятии безопасность очень важна. Ежегодно проводятся учения по пожарной безопасности. Соответственно, проводится проверка, скажем так, всех систем безопасности по ликвидации пожаров. В общем, все делаем для того, чтобы никогда не случалось у нас на предприятии чрезвычайных ситуаций, соответственно, пожаров. Обов'язковый пункт – эвакуация по тревозе. Завершилась отпрацовка квест-гульнёй с томатичными пляцовками першого ротовальнику вёсцы. Не глядячи на то, что некоторые люди скептично ставятся до такого рода профилактики, большість разумеет, что у выпадку небезпеки може стратить самого лодони и разгубиться. А додатковая тренировка допоможет довести день и до автоматизму. Если возникает какой-то случай и не знаешь, как себя реагировать, приходит какое-то состояние аффекта, ступор. И если ты этого не делал, то не знаешь, с чего начать. А так мы репетируем периодически, пробуем пользоваться огнетушителями, как помочь человеку, как оказать ему первую помощь. На собственном опыте у меня тоже был пожар, и я помню эти ощущения. Это действительно состояние аффекта. Ты не понимаешь, что делать, как, куда бежать. И не забываешь даже номер телефона, кому позвонить. Мероприемства, примиркованные до 1-го Дню Безпеки, протягнутся по всей краине до 1-го Саковика. Далей акцию плануют проводить 2 раза в год. Гана Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокампания «Гомель» с Добруша. Пастки для шуму и паху. На «Гомель-шпалерах» протягивают братьбу с неприемными наступствами работы одного з вытворчих участков. Уже зроблено немало. Как выник, превышение гранично-допушальных нормативов по шуме и выкидах у поветра, забручевальных речевов не выявлены. Вытворчость виниловых шпалер запущена в стандартном режиме. Однако на досягнутых выниках на предприемстве споняться не сбираются. Подробязности в наступном сюжете. Модернизация вытворчести, установка фильтра, изменение конструкции по ветроводу. А мальгод на «Гомель-шпалерах» не применяется работа по ликвидации неприемных факторов вытворчести. Розные контролючие службы тут сбывают что день. Проводят замеры на виниловой линии, звонку на территорию фабрики, а так само и в жилой зоне побочек с предприемством. Сейчас мы уже проводим практически еженедельные исследования и мониторим ситуацию. Плюс с февраля месяца пошли обращения граждан на шум, на гул. Поэтому вместе с вредными веществами мы мониторим и уровни шума. Именно в жилой застройке и в жилых квартирах тех граждан, которые особенно жалуются на дискомфортное состояние по шуму. Шум снизили за кост изменению у вентиляционной системе. Была изменена конструкция воздуховода, что улучшило показатели по уровню шума. Они снизились примерно на 23 дБ. Также на нашей газочной установке была внедрена установка компании «Аэральянс» для окисления летучих органических соединений, дурнопахнущих. Зараз утонувка налаживается. Ее эффективность проверять праздник Алькиты днём. Последнее время, месяца два, этого мы не чувствуем. Потому что, не знаю, или погода помогает, или там навели порядок. Одним словом, дело идёт на поправку. С начала текущего года превышение каких-либо загрязняющих веществ не выявили. В настоящее время областным комитетом продолжается контроль за ситуацией. Практически ежедневно мы обследуем территорию, прилегающую к предприятию. Из тех шагов, которые будут уже приняты в ближайшее время, это предприятиям должны быть закончены работы по модернизации своей газоочистной установки и доукомплектации фильтрами, которые позволят улавливать ещё большее количество загрязняющих веществ. С мета установления усяго спектра забручевальных рычагов, что выкидываются у поветра, до замеры подключили специалисты у лаборатории Санкт-Петербурга. Но мы на месте стоять не будем и дальше принимать меры. У нас целый комплекс есть мероприятия по уменьшению раздражающих факторов для населения. Евгения Кухарона, Кігар Марышенко, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». У понеделок 25 лютого отбудется промая телефонная линия первого наместника старшини комитета по архитектуре и будовництву Вольги Кузнецовой. Головная тема – поляпшение жильевых умов для шмодетных семьях. Номер телефона промой линии у Гомели – 33 12 37. Звонки будут принимать с 12 до 13 годин. Первый городский хакатон «Гомель-эктив-хак» пройдет 1-3 соковика в Гомельском технопарке. Понятие хакатон объединяет слова «хакер» и «марафон». Это споборничество для программистов, инженеров, дизайнеров и менеджеров. В 48 годин команды будут интенсивно работать над творением программных продуктов. Тематика не имеет обмежения. Мета – дать уделникам макшимость презентовать свои бизнес-идеи, собрать команду из-за помощи экспертов и менторов, допомога перетворить идеи, готовые до запуска продуктов. Запланованы так само научные семинары и мастер-классы. По выниках споборницкой программы вызначать лучшие команды, яким уручать призы. Продугледжены и персональные номинации. Авторы перспективных проектов отримают запрошение на адукационные мероприемства в Гомеле и в Минске. Зарегистроваться и ознайомиться с программой можно на сайте «Гомел Текст Арт Биуай». Цырульник – фотограф, журналист и видеоператор. Четверо молодых людей объеднали свои профессионные здольности в одной доброчной справе. Творческий квартет проехался по трех домах-интернатах Гомельской области. Змытой изменить внешний выгляд мужчин до 23 лютого, окружить увагой и подарить добрый настрой. Проект зародился в редакции «Гомельских ведомостей» и отримал назву «Цырульники». Ознайомиться с выниками проекта можно трима способами. Непосредственно у свежим номера Гомельских ведомостей, на офицейном сайте газеты, а так само у галереи редакции. Там на окнах размещены фотосдымки героев проекта и истории их життя. Для самих участников, то есть те, кто находится в интернате, и само администрация, это явилось таким интересным экспериментом. Участники проекта, они были заинтересованы, конечно, там может быть сразу не все, то есть кто-то более закрыт, кто-то более открыт. Но в процессе, когда мы уже начинали саму работу в интернате, это отзывалось, в принципе, у всех, то есть кто нас там видел, кто нас знал, кто нас слышал. И много ребят подходили и просили просто, чтобы их постридли, либо как-то тоже поучаствовать, побыть причастным к тому, что происходит. 15 мужчин с домов-интернатов у Васильевцы, Дуяновцы и Шубина по-розному раскрылися в проекте. Некто уразился своим новым образом, иншие – прихожими фотосдымками. Однако головной мытой цирульников было притягнуть увагу до людей, для яких интернаты стали домом, а персонал – семьей. Гомельский молодежный театр представил спектакль «Усё глушей музыка войны», просвеченный 75-ю годзю вызволения Гомеля от фашистских захопников. В центре постановки «Лёсы людей», якея сапсавала Великая Эчинная война. Про то, как пекло этих часов закрануло простых людей, артисты расскажут словами наших земляков – Жихаров Гомеля и в области. Аутор сценария и постановки – актриса театра Галина Анчишкина. В процессе подрихтовки яна выкористовала архивные материалы с фонда у библиотек, особистых архивов Жихаров Гомеля, фото и видосвечения разных годов и уникальный музычный материал. Мы хотели показать весь ужас того, что случилось. Главное, чтобы люди просто вспомнили. Недаром у нас прозвучат слова «Верните память». Потому что то, как мы живём сейчас, то, что мы можем мирно существовать, радоваться и исполнять свои мечты, мы всё-таки должны быть обязаны тому поколению, которое испытало на себя все тяготы войны. Его жанр определён – военные судьбы Гомеля. Он не просто рассказывает о том, каким образом Гомель переживал военное лихолетие и мирное население, и партизаны, и военные, вышедшие уроженцы города Гомеля, но и подчёркивает ту мысль, что победа и освобождение достались не сами по себе, а ценой жизни, ценой крови наших защитников. Волонтёры от Рада «Открытое сердце» и гульцы хоккейного клуба «Гомель» передали детячим социальным установам цацки, которые собрали подчас суместной доброченной акции. Она отбылась подчас матча чемпионата Беларуси в «Экстрализе». После финальной сирены по команде «Диктора» болельщики кидали на лёд мягкие цацки, которые пронесли с собой. Увы, не куакции волонтёры собрали больше, как две тысячи подарунков для детей. Я считаю, можно было делать и почаще такого плана мероприятия. Вот игрушка-пад не только для спортсменов приятного, но и для всех вокруг. Я думаю, побывав здесь, вот мы приехали, посмотрели на детей, сколько радости им доставляет посмотреть на спортсменов. И вообще, вот, просто, я не знаю, у меня нет слов. Просто я смотрю на них и как-то внутри всё сколыхнуло снова. Гульцы Гомеля у делу в доброчинных акциях принимаются регулярно. Наприклад, до 1 вересня хоккеисты допомагали набыть необходные для первоклассников школьные прилады. Удельничали рыси и в новогодних мероприемствах. Суместно с волонтёрами Белдута допомагали детячему реабилитационному центру. Ближайшая акция запланована до Дня обороны детей. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова